Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я бы хотел продолжить выживать в игре Don't Starve. И на этот раз я бы хотел играть не в дополнение Щеприкт, а в дополнение Реджинд оф Дженс. И в общем, прежде чем начать игру, я бы хотел сказать, что я немножко решил изменить свой контент, точнее улучшить его. То есть, раньше как было, я записал видео и сразу же его выложил без каких-либо изменений, без ничего подобного. А сейчас я буду пытаться вырезать какие-то неинтересные, скучные моменты, или, например, ускорять фарм. Ну, то есть, когда я фармлю, ускорять само видео и делать что-то подобное. То есть, потихонечку улучшать, приходить к стандартам, так сказать, к стандартам всех остальных каналов. И, в общем, давайте начнем. Новая игра, дополнение Царства Гигантов, Реджинд оф Дженс, и давайте выберем персонажа. Ну, в первую очередь я бы хотел за Вилсона сыграть, но есть одна проблемка. За него играют все, его геймплей знают все. А я бы хотел сделать что-то вроде летсплея и гайда в одном. То есть, как-то так. И давайте, наверное, 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 выберем какого-нибудь другого персонажа. И кто же это будет? Даже... вот. В принципе, VX-78 довольно-таки неплохой, не сильно имбовый, но при этом не сильно легкий персонаж, за которого можно начать играть довольно неплохо, будет тоже хороший. Есть любимый топор, скрывает страшную тайну. Ну и все мы, конечно, знаем, какую тайну он скрывает, но я, наверное, выберу VX-78. Не привередлив в еде, заряжается от молнии, получает урон от воды, может улучшаться с помощью деталей. Вот это, кстати, самое такое приятное из всех его способностей, это улучшаться благодаря шестеренкам. И будем отталкиваться от этого. Так, давайте теперь посмотрим, что тут с миром. Ну и, само собой, стартовый сезон я сделаю осень, потому что если начнется весна, то будет очень-очень плохо. Ну и еще я хотел увеличить Луся. Давайте это сделаем побольше, чтобы он каждую весну приходил, потому что мне нужно будет с ним сражаться. Так, ну и вроде бы все. Да. А, я еще хотел взять чуть меньше пингвинов, потому что эти мобы меня очень сильно раздражают. Я даже с ними не сражаюсь, они меня просто раздражают сами по себе. Поэтому чуть меньше сделаю. Так, ну и давайте начнем. А что если мы сделаем этот мир совместным с Щеприкт? Конечно, я в дальнейшем планирую, потом думаю, что получится довольно неплохо. Так, ну и сейчас, пока создается мир. И давайте, как только мир создастся, я к вам вернусь. Итак, мир создался. Эй, приятель, у тебя какой-то нездоровый вид. Неплохо бы тебе найти какой-нибудь еды, пока не наступила ночь. Ну и, в общем, стандартное приветствие Максвелла. Ну и что, из чего бы начать? Ну давайте начнем с самого такого простого. То есть это сбор травы, веток и кремня. Это то, с чего нужно начинать абсолютно всегда. Не важно, какое дополнение, не важно, какой этот, не важно, каков мир. Но начинать нужно с одного и того же. В общем, как раз я вот нашел один кремень. И если вы найдете кремень, не спешите делать из него топор. Лучше поищите еще один кремень и сделайте кирку. Так как потом вы как раз этот кремень можете не найти. Но если у вас будет кирка, вы всегда сможете раздолбить какой-нибудь камень и добыть из него больше кремня. Так, ну тут, кстати, червоточина есть. Давайте, наверное, в нее спустимся, посмотрим, что там на другой стороне. Возможно, как раз на той стороне тот биом, который я ищу. А я ищу именно осенний биом или лиственный биом вот с такими деревьями, потому что там довольно много плюх. То есть это король свиней, енота-коты, зеленые грибы и гломер. В основном все эти штучки. Кстати, здесь мозаичный биом или как-то лоскутный биом, что довольно неплохо. Здесь как раз могут быть камни с золотыми прожилками. И вот даже я уже два вижу, что довольно здорово. И сейчас можно будет из них добыть немножко золота. Ну и камня, и кремния, само собой. В принципе, как только вы скрафтили кирку, как раз я вам посоветую найти либо такой лоскутный биом, либо поискать биом с обычными камнями. То есть там, где живут длинные птицы. Чтобы как раз понадобывать вот таких самых камней. И, конечно, вы можете еще, помимо вот этих золотоносных камней, так сказать, нарубить обычные камни. Но из них будет выпадать селитра, которая будет вам забивать инвентарь. Так как селитра на ранних стадиях игры вам не нужна. Селитра нужна будет где-то примерно на, может, сороковом дне. Ну или какой-то. Ну да, где-то на сороковом, возможно, пятидесятом. Потому что нужно будет готовиться к лету. И первую муху как раз убивать при помощи пороха. А порох делается из той самой селитры. Так вот, еще есть золотой камешек. Давайте его тоже добудем. Да, и первую ночь я бы вам посоветовал не крафтить костер. То есть для того, чтобы скрафтить костер, вам нужно, во-первых, потратить время на дерево. Ну, на дерево всегда, в принципе, тратится время. Но все-таки потратить время на дерево, поставить его и сидеть целую ночь возле этого костра. Чего я вам сильно не советую. Потому что это очень сильно вас тормозит. И я советую использовать именно факел для того, чтобы бегать с ним. Как раз будете бегать с ним, изучать территорию. И при этом, может, найдете что-то новенькое раньше, чем... Раньше, на несколько дней, чем вы могли бы найти при помощи... Ну, если ставите костер. Как-то так, немножко я запутанно сказал. Даже сам запутался. Странновато. Ну да ладно. Так, ну и осталось еще несколько обычных камней. Точнее, не обычных, а золотых камней. Нарублю штучек. Штучек пять еще. Или на сколько мне хватит? Ну да, может штучек пять, четыре где-то. Но, правда, мне осталось теперь эти золотые камни найти. Ух ты! И здесь я вижу... Да, это у нас алтарь. Давайте его активируем. Здорово, здорово. Так, и соберем, конечно же, ягодки. Так, так, так. О, вот. Есть золотой камешек. Хорошо. Так, ну и кирку мы потратили. Теперь можно крафтить топорик. Так, хорошо. И я бы хотел сказать то, что одного топора хватает на шесть больших деревьев и на одно такое сиренненькое дерево. Так как 100% топора разделить на количество процентов... Так, надо как-то попроще объяснить. Ну, давайте начнем с того, что на одно большое дерево тратится 15% топора. И если сложить, например, шесть больших деревьев, то в итоге вы тратите 90% топора. И у вас остается 10% на одно среднее дерево. В общем, как-то так. Так, надеюсь, я на экране все это красиво сделал, но посмотрим. Посмотрим так. И сейчас надо бы скрафтить факел. Фух. Хорошо. И начнем. Давайте делать потихоньку уголек. То есть я всегда первые 15% топора трачу на то, чтобы выформить себе уголь. В принципе, ничего в этом такого нет. И ночью даже легче бегать по локации, ну или как-то по карте. Так, потихонечку собираем уголек. Так, отлично. У меня теперь есть 15 угля. Как раз потратил 15% топора. Отлично. Ну и теперь можно нарубить деревьев. Ну, в итоге я, можно сказать, потратил топор на 15 сожженных деревьев и на... Нет, не так. Я один топор трачу обычно на 15 сожженных деревьев, на 5 больших и на 1 среднее. Как-то так. Так, ну это, в принципе, то количество деревьев, на которое хватает обычного топора. И если вы не хотите бегать с 2% топором и не знать, куда его деть, то, в принципе, можете рассчитывать проценты именно так, как я это делаю. Как-то так. Ну, в принципе, еще есть вариант этим топором драться, сражаться, но не думаю, что это на самом деле полезно. Так, и здесь есть каменный биом. Как раз тот биом, который нужно искать в самом начале, до того, как вы нашли, где жить. Потому что здесь на земле валяется очень много золота. Так, и вот как раз с птичками я не хочу сталкиваться. Я всего лишь хочу собрать ягодки. Ну, или просто какую-нибудь еду найти. Так. Отстань от меня. Отстань от меня. Так, я еще иду так мимо них, как будто бы специально. Ой-ой-ой. Так, нет, ребятки, все, я пошел по тропинке, я быстрее вас. Ко-ку-ко. Так. Окей, можно двигаться дальше, блин. Сколько же этого золота? Уже золота даже 2 стака. Нифига себе. Блин, если бы у меня было хотя бы обычное копье, я бы сейчас с этими птичками разобрался. То есть у меня нет никаких инструментов. Так что с ними драться я не стану. Даже если бы был топор, я бы с ними не стал драться. Так как обычная битва отнимает проценты топора. Что не очень здорово. Так, окей, ладно. Давайте пойдем в одну сторону. В одну из сторон. По тропинке. Может быть она нас в какое-то интересное место приведет. Где сразу пошла. Ух ты, нашел сразу брусчаточную... Брусчат... Дорогу из брусчатки, назовем ее так. И надеюсь она меня приведет именно в тот биом, в который я хочу. Ну, а если она приведет меня, конечно, в деревню свиней, куда она меня привела, значит на другой части как раз и находится тот самый король свиней. Так что мне придется идти в другую сторону. Так, давайте соберем немножко еды. Так, хорошо. Еще еды соберем. Так, хорошо. Потихонечку будем пополнять это все дело. Ну и погнали отсюда подальше. Так, кстати, я забываю про веточки и траву. У меня их очень мало. Так, давайте, кстати, рассортирую сейчас все вещи в инвентаре. Потому что не очень люблю, когда все беспорядочно. Беспорядочно. Извиняюсь. Тут просто я привык, что у меня всегда в первых четырех, точнее в последних четырех слотах всегда ветки, трава, кремень и дерево. Таким образом я знаю, куда смотреть и, ну то есть, смотреть на ресурсы. То есть, если я хочу сделать факел, я сразу смотрю, оба, у меня хватает ресурсов или нет. Ну или так же насчет других. Ух ты, вот так близко этот биом осенний. Как раз тот, который я искал. Это успех. Ну и надеюсь, что здесь все-таки будет и король свиней, и гломер. Потому что иногда бывает так, что гломер не спавнится. У меня это было пару раз. Это, конечно, очень большая редкость. Но это бывает, не спорю. Так. Давайте все-таки до конца тропинки пройдемся. А потом уже будем полностью изучать этот биом. Так, и здесь должен быть король уже свиней. Уже, уже, уже должен быть. Здесь есть камень. Хорошо. Да, и здесь есть король свиней. Отлично. Здесь уже можно сразу ставить научные машины всякие. И там подобные вещи. Так, давайте сразу скрафтим себе рюкзачок. Конечно, веток и травы у меня мало. Так, давайте делаем лопату. А вот на молоток у меня не хватает ресурсов. Ну, что поделать. Так. Так, хорошо. Потихонечку накрафтил всего. Всего понемногу. И сейчас утром я пойду как раз собирать те же веточки, траву и... Ну и все, по-моему. Больше пока ничего не нужно. Кстати, здесь... Такие... Океан... Как это сказать? Довольно неприятное здесь место, потому что здесь очень узко. Если я буду проходить здесь зимой, то здесь будут выпрыгивать всякие пингвины. Про которых я говорил, что они довольно противные существа. И то, что они очень сильно отвлекают и бесят. Не более. Так, ну давайте походим. Поищем тех же веточек и травы. Иначе будет не очень все весело. Так, и я еще хотел, кстати, сказать насчет того, что каждый эпизод я буду делать примерно по 5 дней. Конечно, если он не будет скучным, если он будет, ну, таким растянутым, нудным, то я его буду, само собой, урезать. И все скучные моменты, само собой, тоже, как бы, урезать. Так сказать, так что, как-то так. Да, кстати, насчет еды тоже не стоит забывать. Так, и здесь сейчас мы посмотрим весь этот биом. Буду бегать по краешку мира. Так, бабочек, само собой, собирать, потому что это, как-никак, еда. И довольно неплохая еда, на самом-то деле. Восстанавливает 10 единиц сытости, что довольно неплохо. И мне просто нужно хотя бы посмотреть, насколько большой биом, в котором я сейчас живу, в котором, нет, в котором я собираюсь жить. Не факт, что я здесь буду жить. Но, в принципе, мне нужно осмотреть здесь всю территорию, посмотреть, насколько все большое, и посмотреть, где мне расположить лучше всего базу. Как-то так. Так, давайте потихонечку веточки траву собирать. Потому что я во время своего путешествия наформил много камней, а вот с веточками и травой довольно грубо обошелся и почти их не собрал. Что может быть очень-очень чревато для меня. Так. И давайте теперь этот биом изучим. Осенний, лиственный, как его еще называют. Так, там у нас болото. Ага, интересно. Блин, было бы неплохо, если бы здесь поблизости была пустыня. Это было бы довольно неплохо, потому что перекати поля, это всегда очень полезно. Это и тринкеты, и трава, и веточки всегда в большом количестве. Так что, в принципе, собрать это все было бы неплохо. Так, ну, биом так себе, если честно, маловат. Но я его и не весь изучил, так что давайте еще побегаем. Так, вот здесь как раз край этого биома. Давайте здесь вот так вот под краешком как раз пройдем, посмотрим, что да как. Как раз веточки, точнее трава есть. Да и веточки тоже. Он краешком глаза заметил. И еда даже есть. Что довольно неплохо. Так, возможно, где-нибудь в этой части и поселюсь. Хотя нет, она довольно маленькая. Ммм, печально. Да, еще главное гломера найти. Если его здесь не будет, это мне придется в таком случае переходить в новый мир. А для перехода в новый мир это нужно еще очень много потеть. Это нужно собрать все запчасти от портала. И сам портал найти. И даже если я перейду в новый мир, то мне придется в таком случае поменять персонажа. А я пока хочу поиграть именно на VX-78. Так, давайте краешку острова этого подойдем. И будем исследовать края этого. О, а вот и гломер. Ничего мне не придется никуда переходить. Кстати, только здесь нет флейты пана. Что очень-очень печально. Да ладно. И очень близко к гломеру я тоже селиться не намерен. Потому что там есть некоторые с этим проблемы. То есть, когда я буду фармить крампусов, все может печально обернуться. Ну так, я понимаю, где-нибудь вот здесь придется поселиться. Ну сейчас, в общем, посмотрим. Посмотрим, что из этого всего получится. Так. Так, так, так. Да, наверное, придется мне селиться вот здесь. Ну давайте, что ли, начнем потихоньку строиться. В принципе, некоторые генерации я создал уже. Научную машину. Или я не создал ее? А, нет, я создал ее. И она стоит возле короля свиней. Так. Блин. Как же так красиво построиться. Ладно, буду где-нибудь вот здесь жить. Да, примерно центр. Так, ну и как я строю базу? Базу я строю довольно просто. Сейчас покажу. Я беру в первую очередь грабли и размечаю, где здесь можно строиться. То есть, в каждом вот таком квадратике я строю одну генерацию. То есть, сейчас я становлюсь на этот крестик. Смотрю. А дальше мне уже помогает мод геометрик плейсмент. То есть, таким образом я просто ставлю на место, где как раз стою. Костер. И он получается в середине как раз вот этого квадратика. Что довольно неплохо. Ну и так же я ставлю все остальные генерации. Но... Правда, у меня пока нет ресурсов, чтобы ставить все остальное. Для этого мне нужно найти траву. А трава у меня... У меня... Трава далеко. Трава вот здесь. И сейчас мне придется за ней идти. А потом как раз после того, как выфармлю травы достаточное количество, приду сюда и буду пытаться призвать Энта. Здесь поближе к биом, в котором есть трава. И я уже начну, кстати, выкапывать саженцы, потому что нужно поближе к своей базе переместить траву. КОНЕЦ Так же веточки просто так пособираем, давайте. Так. А, в принципе, можно еще так же нарубить деревьев и пособирать с них шишки и пожарить их. И как раз можно будет пополнять себесытость таким образом. Так, опять эти птицы проснулись. Точнее, птица проснулась. Так, хорошо. У меня... Так, возьмем этот инструмент, чтобы не тратился факел. Так, ну и можно скрафтить уже вот эту прекрасную штучку, называемую молоток. Так, и отправиться на базу. Подойдем к научной машине. Так, все хорошо. И давайте направимся как раз к самым крайним домикам свиней. Само собой, все дома ломать я не буду. Я сломаю только... Только, наверное, вот эти верхние. И оставлю вот эти два нижних. Только и всего. То есть в любом случае свинки здесь будут. Чтобы потом... Ну, мне потом как бы нужно будет из них фармить всякий навоз. И там, не знаю... Хотя бы тоже мясо и шкуру свиньи. Тоже как вариант. То есть просто геноцид устраивать я не намерен. Только... Справедливый фарм. Так, ну и в общем сломал я нужное мне количество тех домов, правда. Тут остались еще доски. И сейчас я по-быстрому скрафчу нужные мне штуковины. И сделал химическую машину. Так, отлично. О, кстати, я могу также еще котелог сделать. Давайте его сделаем заранее. И можно уже собирать все, что осталось. Так, хорошо. И идти на базу. И идти на базу. И сейчас ставить уже... Начинать ставить всякие машины. Там также грамма от воды нужно будет поставить. Так, а где у меня база? Ух, далековато от свинки на самом-то деле. Я надеялся немножко поближе поставить. Но здесь такая генерация мира странная, что единственное, что остается, это... Только здесь. Жить низкий уровень топлива. Я понимаю, в X-78 сейчас я начну рубить вот эти деревья. И как раз выформлю из них шишек. Так что не переживай. Так, это скушать. Хорошо, так. И теперь я на своей базе. И теперь нужно думать, где что поставить. Здесь, наверное, будет грамма от воды у меня по центру. Вот здесь. Вот здесь у меня будет научная машина. Давайте ее здесь поставим. Хорошо. Так, теперь крафтим грамма от воды. Грамма от воды я ставлю вот здесь. Так, отлично. И сейчас давайте выложим все, что мне не нужно. Кстати, в принципе, можно скрафтить себе одну вот такую штучку. И, кстати, дом свинок тоже скрафтить. Желательно бы также золотой топор, золотую кирку и золотую лопату. Но, правда, золотая лопата мне пока... А нет, нужна. Нужна. Хотя нет, мне ничего из этого не нужно. Так, давайте пока выложим доски, кожу свиней и выложим саженцы. Так же. Сейчас порубим дерево, а потом уже решу, что делать дальше. Так. Понеслась. Так. 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 Так, ну и наступил вечер Так, думаю, пора уже Направляться домой Так, секунду Дорублю это дерево Что-то не получается дорубить Слишком долго рубится Так, сейчас мы Так, отлично В общем, дерево дорубил Ну, хотя это не то количество, которое я желал Так, давайте В таком случае разожжем немножко Костерок Главное, чтобы не сильно Чтобы не загорелись всякие там Так, секунду Чтобы не загорелись всякие доски Так, и сейчас потихонечку начнем пережаривать Каштаны Чтобы перекусить Потому что другой здесь еды Я вряд ли найду Другую еду Я здесь вряд ли найду Так Так, хорошо Потихонечку Помаленечку Восстанавливаем себе Стоты Ух, хорошо Так, ну вроде бы все Восстановил Теперь можно продолжить Потихонечку Рубить деревья Я на самом деле Планирую Вызвать энта Чтобы у меня Раньше времени Появилось Живое бревно Также, кстати Из этого может выпасть Душа Так что Было бы неплохо Мне это все поформить Так, но Чувствую, что Все это будет довольно сложно Потому что Сколько я деревьев уже вырубал Пока что еще никто не появился Ну ладно, давайте Продолжать Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и Видимо Энд Не хочет со мной общаться Ну да ладно Так, теперь В таком случае Я просто Высажу Еще одну плантацию Этих Этих Прекрасных Деревьев Деревьев Которые Будут давать мне еду Так как В этом биоме Еды не очень-то много Конечно Есть всякие там Енота Коты Но Все-таки Это Опасная еда Так как Ее нужно Добывать При помощи Копья А вот Например Шишки Довольно-таки Неплохая Задумка Но При этом Мне Придется встречаться С Сымтом Что довольно неплохо Так как Я смогу Из него добывать Всякие там Нужные для меня Ресурсы Так Ну давайте Еще немножко Потратим Топора И лопаты И попробуем Его призвать Так Ну что-то Что-то не хочет Ладно В принципе Пятый день Еще Можно Обойтись Без этого Энта Хотя Вот Еще большое Дерево Рублят Только большие Деревья Так как Из них Выпадает Больше всего Ресурсов И Так сказать О А вот и Энты Ух шикарно Ой-ой-ой Ребятки Я вас так ждал Так Ну и Давайте начнем С того Как побеждать Этих энтов Во-первых В первую очередь Как только они появились Вы должны отбежать На довольно Немаленькое расстояние Например Например От робота До До вот этого Края мира Или хотя бы До камешка До того И Потом Подождать там Буквально секунд Четыре-пять И Развернуться И Начать рубить Эти Этих самых Энтов Потому что Они уже Не будут вас Атаковать Так Ну давайте Здесь походим Походим Так Потихонечку Помаленечку Все Теперь в принципе Можно возвращаться И сейчас Мы Срубим Все эти Три Всех этих Трех Энтов Так 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 Да А вот Как вы видите Они на нас не агрятся И как только вы начали рубить Лучше не прекращайте Рубить Этих Энтов Потому что Как только Вы прекратите их рубить Тут же Они превращаться В агрессивных И начнут вас Убивать И призывать Эти Эти всякие шишки Которые будут вам мешать Так что Лучше За один раз Сразу начните Сразу срубить Этого Энта Так Потихонечку Соберем Все это Так Хорошо Отлично Ну Троих Энтов Я убил Троих ведь Или Может чуть больше Нет По моему Троих И это Неплохо Неплохо На самом то деле Теперь у меня есть Шесть Шесть живого Шесть живого Бревна И в следующий раз Я уже смогу Из них что-то сделать Так Ну и на этом Наверное все Уже пятый день Подходит к концу У меня уже Все затекло И пора бы Заканчивать Надеюсь ребята Вам Понравилось Видео Понравилось Как бы Выживание И Надеюсь что Следующий эпизод Будет намного ярче Чем Этот И Надеюсь что Будет намного Интереснее На этом Все Подписывайтесь На канал Ставьте пальцы Вверх Также Не забываем Подписываться На Твич канал Стим группу Там всегда есть Анонсы стримов Также Не забываем Кликать на рекламку Чтобы помогать Стримеру Заранее Большое спасибо На этом все И До следующего эпизода Он не заставит себя Долго ждать Всем пока Продолжение следует